...хорошим, и плод его хорошим. Смотрите, дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Да и так любому понятно. А вот понятно это, более всего и непонятно оказывается. Вот сегодня августа, преображение Господне. И только что прочитали Евангельское чтение, что облако осенило. Вот облако наплывается, и сегодня наплывет оно у горы Фавор. На первую очередь, что гора Фавор, именно та, на которой Господь преобразился, в Библии нигде не написано. Это только предание. Тут вот еще самое главное. Нигде нет этого указания в Писании. На какой горе? Написано, что зашел на одну из гор. А одну из гор, и там тысячи гор. Самое это главное. А дальше-то, какая будет проповедь сегодня? Да никакой, Христос преобразился, одежды белые, как беленьких не может. Ну вот, стены белые, так не может, как снег, ну и все. А почему вы не говорите про то облако, которое осенило и раздался глаз? Сейчас мы услышали. Сей, сын мой возлюбленный. Сын. Его сыном Божием не признают, как мусульмане, миллиард. И они придут туда сегодня. Почему? А они требуют чудес. Сын мой возлюбленный. А сын? Сын послушный, отсюда смерти, крестный. Они не признают, что Христос был распят на кресте. Просто его взял, говорит, Бог, Аллах, и все. Миллиард. Миллиард. Не расслышали этот голос из облака? Дальше. Его слушайте. Миллиард христиан не расслышал, быть может, этого. Его слушайте. Его слушайте. А где его слушать? В первую очередь, в совести своей. Тебе что говорит Господь? То, что ты делаешь, ты думаешь, что делаешь или нет? Все послал Божий проверь в себя. На молитве проверь. Когда с тобой Бог разговаривал на молитве? Что ты получил? Ребенок это очень понимает, если ты с ним молишься. Я вам рассказывал, как дети, видя, как отец готовится к проповеди на коленях, понимают, что после молитвы он еще остается неподвижным. Сейчас тихо. Папа Богу молился. А сейчас он слушает, что Боженька ему говорит. Когда ваши дети говорили это? Тихо. Моя мама слушает, что Бог ей говорит сейчас. А мама потом нам скажет. Потому что сердца с детей надо обратить к отцам. Бог перестал разговаривать с первосвященником Илия. Загрев сыновей. Ты погибнешь. За то, что ты не обуздывал их. Разврат в семье поселился. Спали с женщинами, приходящими в храм. И жертву, приносимую на храм, они себе выбирали лучшие куски. И Бог заговорил с мальчиком Самуилом. Первосвященник Илия не стал спорить. Так я всю жизнь у алтаря простоял, но почему не со мной? И он говорит, заговори, ты ответь. Вот так-то. Я знаю, как надо. Скажи, слушает раб твой. Но ты можешь ответить? Да он со мной уже Бог не разговаривает. Я не рад его. Я раб детей своих взялся. Я заступаюсь за них. И как дети, не так делаете. Не так. Какая малобода. Он как говорил. Он только говорил. И Златоуст на это объясняет. Нужно было связывать. Потому что они брыкаются. Они были женаты, дети. После них и нет. Избивать. Докладный отец один справится. Написано, скажи жителям города, старейшинам, его выведут в этот день, побьют. Моты пьяницы. И третий изгонять. Вот где изгонять. Он этого не делал. И Бог договорил с отроком. И началось преображение отрока. Бог ему явился. А потом преображение страны начнется. Дай Господи одного человека, отличающего глаз Божий. Итак. Слушайте его. Из областа. Слышите? Это голос сейчас нам слышится. Слушайте его. Мы поверили, что это Сын Божий. Теперь слушайте. А голос его запечатлел на страницах Библии. Тысячи лет не давали это Слово Божие. Какими глазами надо смотреть было на людей. Слушайте. И зашел в алтарь, никто никого не слышит. Я каждый раз говорю, что я разве что-то новое открываю? Но он сказал, его слушайте. Вы понимаете, это понеслось по всему миру. Две тысячи лет. Слушайте. И не слушай. Идите, ангела-хранителя вам к вашему среднему. Благословил. Да и хорошо, что ангел-хранитель, но я хочу слушать. Голос оттуда не сущийся. Нет его. Путия 1 от 19. Я решил посмотреть, какие деревья, что под именем берева. Вы не думайте, что речь идет просто так. Плод узнавайте, хороший, плохой. Ведь речь идет о людях. Деревья – это люди. Мы все в саду Божьем. Смоковница, не приносящая плод, это может моя душа и есть. И Павел заботился, что проповедует другим, чтобы самому не оказаться недостойным. Иной приносит пользу тысячам, говорит, а для себя оказывается бесполезным для своей души. Вот что может оказаться. Потом проповедующий, священник, кто видит народ, он особенно нуждается в поддержке всех. В молитвенном состоянии. Вот мне утром рано, сегодня уже звонят. Мы сегодня идем на проповедь, помолитесь. Брат наш, Виктор, сегодня в районный центр Завьялова. Я поехал, помолитесь, хочу там свидетельствовать. Остался специально на эти дни. Завтра приеду, а сегодня поехал. Он сейчас там. Встретится ли им со священником? Ну, если нужно, Бог сделает. Бог ничего без нас не делает. Он хочет прямую связь с нами иметь. Бог, конечно, может сделать. А мы должны просить. И получать. Иисус постоянно молился. И, Отец Тебесный, я знал, что ты слышишь меня. Преобразимся в образ Христа. Бытие 1,11. Дерево плодовитое будет, породу своему плоду. Вот такие дети будут, какой ты. Кому они будут свидетельствовать о Господе? Они от вас и будут дети. Будут образованы новые семьи. Новые семьи с виноградными кистями или с терновником колючим, непокоривым. Какую судьбу вы детям своему готовили, внукам? А вот тут-то спрос. И дети будут препятствием входа в рай. Да не будет этого с нами. Павел говорит, вот печать моего апостольства. Вы в Господе. И как он заботился об этом? Судей 9,11. Один человек стал говорить. Кого вы избираете в вожде? Ну кого избрали президентом-то? Терновник колючий. И все дерева стали предлагать. В смоковнице пойдешь. Да мне зачем? У меня масло свое. Я должна его плоды хорошие. В виноград пойдешь. Да мне зачем это нужно? Я над тем как командовать буду. Мне надо соку набирать скорее. Сидеть спокойно на своем месте. Из меня вино будут готовить. И наконец все обратились к терновнику. Ты пойдешь. Он говорит, давно жду, куда пригласите. Я вам покажу жизнь. Терновник. Оставлю, говорит, я хороший плод свой. Каждый говорит. Огнивье сразу пошло на размножение. Привет. А он сказал о том, кого они избрали. Ахимилеха. Псалом 1, 1 глава 3 стих. И будет такой человек, который вникает в Библию, в Слово Божие, как доброе дерево. Которое плод свой приносит во время свое. Это будет не ядовитое дерево. А где? Приорыки. Где орошается человек, который вникает в Слово Божие, да не отходит от книга, а тут своих день и ночь. На молитве вот это надо проверять. Господи, покажи, кто я. Антоний просил. Почему тебе не хочется попросить? Антоний не грешил, семьи не было. Кажется, жил по-божески. И выпросил у Бога. Покажи. И вдруг видит, там вдалеке стоит другой Антоний. Он сам на себя смотрит. Вот он сел, плетет что-то. Опять встал, поднял руки и стоит полдня. Молится. Опять сел. Ну ты понял, кто я? Вот пока ты такой. А дойду я или нет? Если потрудишь, то дойдешь. Ответ то, что время от тебя зависит. Если ты потрудишься. Песня 2 глава 3 стих. Плоды сладки для гортани моей. Плоды его. И их подлинные яблони показываются спасителем нашей души. И они сладки для гортани. И для языка. Мне приятно читать Слово Божие. Вот куда же я посмотрю на стене Слово Божие. Взял дома, написано обязательно дома, чтобы выдержка хоть одна была, напоминала. Крест. Всюду и везде старайтесь поставить знаки. Евреям было сказано на воротах, на косяках написать. Ну у кого из нас на косяках написано? И дело на них, говорят, расширяли хранилище. Это коробочки. На лбу коробочка привязана. Так интересно. Сейчас фотографированы в Иерусалиме стоят. И на лбу, как у нас сейчас, мобильные телефоны или торгаши носят. Вот большие. Они делают шире, чтобы много вошел написать бумажек. А бумага-то была толстая. И хотелось много. Ну сегодня можно положить туда какую-нибудь флешку тысячи в Библии. Теперь-то по-другому можно, Слово Божие. Но однако, все это говорилось для того, что с косяков положи сердце. Со стен заложи сердце. Со лба заложи в душу. Чтобы все время тебя касалось это. И тогда плоды будут другие. То есть это будет орошение водой. Иеремия 7,20. Вот мой гнев, говорит Господь, надеревая на плоды его, за то, что они не почитают меня. Да не на деревья, Бог как гневался, а на людей. Я нигде не прочитал верующих исследования, почему Павла России случилась к катастрофу. Но пишут, как-то столько храмов было, все православные. И в один день все свернулось, как будто никого не было никогда. Почему? Ответа-то нет. Я знаю ответ. Я пишу в газету, потому что Слова Божия не было, не было верующих. Скажите, почему в революции не пошли баптисты? Тогда малакани были. Почему они не пошли? Они неправильно понимают, но у них было Слово Божие, было. И они знали, что все в мире переменчивое. Человек неверующий, какой бы он хороший не был, на его нельзя ссылаться. Никак. Да вот он какой-то человек, вот он думал, да он разочаровался. Он неверующий, помолись за него. Мнение неверующего человека это жужжание жука, пись комара, как они вороны. Ян Заталус. А что ты моего мужа оскорбляешь? Или моего брата? Заталус говорит. И ты такого же мнения должен иметь. Если он читал Библию и скажет, а вот в вашем законе написано так, а почему ты так поступаешь? Вот тогда ты вас благодарю, благодарю тебя. Ты еще даже не христианин, а ты меня уже на пути истинно наставляешь. Вот так надо жить. Или имея 17 глава, 8 стих. Зноя не боится плодовитое дерево. Зноя это из искушений, гонений. А если ты от одного слова падаешь в обморок, принимаешь безумнейшее, просто сатанинские решения на погибель, там ничего нету божественного. Это катастрофа души, потеряна вера. Преобразись сегодня, попроси у Бога милости и скажи, Господи, я стою крепко под крыло Твое. А чтобы муж стоял рядом, и я слово его слышала, и деток своих наставляла. Да преобразится дом наш. И каждый день будем слушать. Ты же сказал слушать тебя. А как я буду слушать, если телевизор не выключается, всякие мультики? Вы с этими мультиками, что дети смотрят, лежат, будете иметь горькую отрыжку. Человек отрыгает то, что ел. Так говорит Андрей Кесарико-Подокийское, толковательное откровение. 36. 30. Иеремия. Умножу плоды. Говорит Господь. У Даниила 4.11. Срубите это дерево и разбросайте плоды его. Ну, конечно, это было Ава на Ходоносоре, говорено. А я отношу это к царю. А далее я отношу к самому себе. В первую очередь. Исторически мы рассмотрели, узнали, что гора преображения делается. Но главное это для меня. Преобразиться. Увидеть Христа преображенного и сойти в мир. И понести слово. Макфея 3.10. Вот уже и секира при корне деревьев лежит. И срубает, и бросает в огонь. То есть у каждого из нас рядом лежит секира, топор. Бог отсечет. В любой день авария. Одна гайка не так. И все, ты перевернулся на своей машине, на своем мотоцикле, в самолете. И никуда не залетишь. Секира при корне лежит. И ничего не будет. А как тогда избавиться? Никак. Да будет воля Господня. От нас это не зависит. Иеремия. Иуда 1.12. И таковые бывают соблазнам, без страха уточняя себя. Это осенние деревья. Дальше дается название им этим людям. Бесплодные. Дважды умершие. Исторгутые. Хотели бы мы такой эпитет держать над собой? Нет, конечно. А когда человек умирает, видение было. На суд Божий является. Над ним как облако, на котором, говорит, будет написано. Ну, а имя будет дано в откровении сказано. Так и души людей, которые не знают Господа. Душа лукавая погубит своего обладателя и сделает его посмешищем. Не делайся врагом из друга. Стыд и позор будел. Это грешник двоязычный. Не возноси себя в помыслах души твоей, чтобы душа твоя не была растерзана врагом дьяволом. Не возноси. Веди себя тихо, кроско. Болел? Будешь еще болеть. И когда смертный ужас подошел к языке, и Бог вернул его к жизни, он говорит, тихо буду проводить жизнь мою. Как голод тосковала душа моя. Преобразился сразу. А почему? А надо было хорошо стукнуть. Сирах 27.6. Уход за деревом открывается в плоде его, в ветер. Третий езер 8.28. Не прогневайся, Господи, и на тех, которые признаны худшими зверей. Это она себе молилась. Это мы. Да ты что обо мне не скажи, ты все равно все глубины падения моего греха в мыслях не знаешь. Мы худшие диких зверей. Иеремия 24.5. Так говорит Господь Бог. Подобно этим сволоквам хорошим, я признаю хорошим, хорошим и переселенцам, которые возвращаются из Лавилона на свою родину. Но и с родины бегут. 1 Коринфянам 7.26. По настоящей нужде, за лучшие признают, что хорошо человеку оставаться так, приносить плоды, как ты есть. Замри на этом месте. Римлянам 16.4. Благодарю домашнюю церковь. Слово домашняя церковь встречается четыре раза. Не домашний вертел. Не домашнюю смуту. А церковь. А что в церкви делается? Проповедь Слова Божия. Здесь таинство совершается. Здесь общая молитва. А домашняя церковь тогда, когда все верующие вместе стоят на молитве. Я вот сколько вам говорю, и вижу, что не слушают. Прихожу в 7 часов, в 8, ребенок все еще спит. Я умоляю вас, поднимайте детей рано. Ему надо спать, пусть еще ляжет. Должна быть общая молитва. Нет общей молитвы, ничего нет. Вы просто сожители временные. Детей с вами не будет. Мы это правило ввели в знакомые и близкие, все держим. Ваши дети сейчас уже приезжают на квартиру, они сразу вписываются в это. Я говорю, нравится, очень хорошо. Все встанет на место. Начните с молитвы. Господи, да этот день преображения доводет в нашу семью. Ты сказал, слушайте нас. Ты попросил Господа. Такой мысль. Я говорю, от Бога это или сам от себя. Чтобы ты не мой голос слышал, который противен тебе. Как у нас некоторые ушли, а у меня начитанная Библия. А на тот же день Библия начитанная выбросла в помойное ведро. А чтоб голос не слышать. Голос не слышать. У меня начитанный златоуст. Мною начитанный. Двенадцать тому. Душа одна приходит в протеерею и говорит, а у меня он насчитал златоуста. Уничтожь. Что голос не слышать. Это Дерман даже ведь не говорит. Это мы все проходили. А кто бы тебе не сказал, даже враг сказал правду. Ты прими и поблагодари. Потому что он тебе подсказал, впереди яма. Первое Тимофея. Пять-десять. Вдова, известная по добрым делам, если воспитывала детей, принимала странников, помогала бедным, и была усердна ко всякому доброму делу. У тебя сегодня много ребятишек. У тебя же на завтра может ничего быть. У тебя муж завтра может ничего не быть. Никого рядом. И церковь тогда решилась. В шестидесяти лет церковь должна таких людей на иждивение взять. Питать. Но успоставила условия. И вот теперь посмотрим, подходим мы или нет. Известная по добрым делам. Мы тут, может быть, и думая о себе добрые дела. Если воспитала детей, страхи Божьи. Вот теперь и думай. Подойду я к тому котлу, где кормят церковными, и принимала странников. Кто к тебе приехал за последний год? Кто? Кроме родных. Никого и не было, может быть. Помогала бедствующим. И была усердна ко всякому доброму делу, что бы ни было, без двоих годов. Притча Соломона, 13-14. У сына лукавого нет ничего доброго. Да как? Ну, вчера плохой был, сегодня хороший. Я читаю Писание. Пока лукавство не оставит, Бог ничего не принимает. Вот почему. У него все гнилое. Он слушается, делает, но если он в душе не обратился к Богу, не принес расстояния перед родителями, перед обществом, если он согрешил. Это лукавая душа. Притча 16-5. Мердость перед Господом, всякие надменные сердца. Вы понимаете, Павел, надменные? Никого не слушают. Так что ты мне, я сам хозяин? С чего вы ко мне лезете? Я без вас знаю, как... Можно поручиться, что не останется ненаказанным. Начало доброго пути делать правосудие. Поступать справедливо. Надменные, поручаюсь, не быть, чтобы ненаказанным. Был, обязательно будет наказан. Как, не знаю. Ну, в первую очередь, наказан тем, что Бог лишил тебя разума. Лишил. Понятия от церкви не будет. Потеряешь церковь. Тебе разницы никакой не будет. В любую сверку, хоть в ад залезть. Люди в этом состоянии легко на себя накладывают руки. Тем более, очень уязвимы именно женщины. Курят, как в лучшем организме. Переносит колька. Женщина быстрее сгорает, хоть в ямке, хоть в емке. Более подвержена порче. Ну, это любой врач вам скажет. Поэтому особенно нужно обращать на это внимание на девушек, бережь их. Притча 22.8. Человека, доброходно дающего, любит Бог. И достаток дел его восполнит. Я говорю о преображении и о падах. Какие у нас должны быть? Иеремия 13.23. Ифеоплян не может переменить кожу и барс, пятна. Так и вы можете ли делать добро, привыкши делать злое? Это люди, евреи, слышали от пророка Иеремии. Как они могли ему простить такое? Да мы избранны. Мы перед всем миром говорим, что мы единственные нации у Бога избранны. Он говорит, вы хуже любого небра, хуже дихих дверей. И что? Бросили в грязь. Чистые. В праздничной одежде, быть может быть, были. А его в рот с грязью сбросили. Михея 6.8. Тебе сказано, что есть добро. И чего требует от тебя Господь? Любить дела милосердия. И смиренно ходить перед Богом твоим. Смиренно ли я хожу перед Богом? Если нет, преобразни меня, Господи. Дай мне плоды смирения принести. Если муж тебе подчиняется, пирамида перевернутая. Сверх ногами. Ничего доброго там не может быть. Поставь все на место. Если этого не было, я скажу, труд предложить немало. Это не так просто. А если муж уже умрет, проси у Бога прощения. Написано, я умрет, вы умеете просить прощения. И тогда. Не ищи своего. Ищище своего, это гонится за чужим. Что ему не принадлежит. Матфея 5.16. Чтобы люди видели наши добрые дела и прославили Отца Небесного. У нас к истинному православию есть такая глава в книге «Отцы и дети». Я вас попрошу, прочитайте, там немного. В Библии слово «творить добрые дела» встречается 159 раз. И 69 раз в Новом Завете. Чтобы приносили добрые дела. А можно ли, чтобы дела делал человек неверующим? Можно. И очень хорошие. Но будь они приняты Богом, это вопрос. Добрые дела содействуют тому, чтобы Бог этого человека привлек к себе. Он делает добро, ему дверь открывается, чтобы услышать благовестие. Первое послание Тимофея 2.12. Павел говорит, учить жене я не позволяю. Не в храме только. Но дома учить не позволяя. Не властвует над мужем через запятую. Ну не в храме же властвует она. Дома она от амами. Почему? Ибо это противно и закону. Закону какому? Моисею. Мусульмане вели строжайший закон. А как они над ними властью? А очень просто. Если муж вышел на улицу и 4 раза прокрещал, ты мне не слушаешься, чтобы кто-то услышал. Все, развод состоялся. И она выходит только с тем, что на ней. Поэтому они говорят, что это жерелье, чтобы быть, и хоть что-то на себе было. И все слушаются, миллиард. Тысячу триста лет слушаются. У христиан не так. Мы разные где? Перечащие Господни. Все, на этом равенство наше окончилось. Послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. Господь говорит, не сообразуйтесь с миром всем, но преобразуйтесь. Обновлением ума вашего. Преображение где? В обновлении ума. Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная совершенно. Ты что хочешь делать? Спроси Бога, благая воля это или нет. Преобразуйся в новый образ. Жили христианки, мужа христианина, ребенка христианина. Филиппийцам 3, 21. Господь уничиженное тело наше потом преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. Мы грядем все к славному преображению. Грешник как головня обгорелая будет, как головешка. А праведники написано, как солнце воссияет. То есть великий день преображения нас еще ожидает. И при мудрости Соломона, 19, 6. Говорит, вся сварь преобразовалась в своей природе, когда это было угодно. Человек был сотворен в раю совершенным. У него все было. Но случилась великая беда. Послание к христианам, 4 глава, 13 стих. Говорит о том, чтобы нам вернуться в первый образ и возрастать в полный возраст Христов. Иоанн Златоуст на эту тему говорит про странную проповедь. И говорит, смотрите, обличает Иродоян Креститель, а хазит его женщину. Пророк Илья обличает Ахава. Но Иезавель, жена его, говорит, завтра же с ним будет то, что делал пророк. Но он от нее бежит 40 дней. Прячется. То есть самая главная порча произошла там, когда человек соединился. И поэтому особая молитва должна быть о женщинах, чтобы не было этой порчи. Чтобы Бог изданал демоническую силу. Она подошла к десну. А кто из портов? Демон. Демон подошел. И в конце мира видно, что на двери она сидит. Женщина, жена, упоенная кровью, держит чашу и написан таймом. Почему не мужчина сидит? Вопрос это мы имеем право задавать. Вот я считаю, четвертая книга старства, 8 глава, 20 стих. 22 лет был Ахозия. И воцарился. У него много жен. Много сыновей. Радуется бабушка. Бабушки любят ребятишек. Но он не уводен Богу был. И вот его избранник Божий Иеуй убивает. И как только сообщили, сын убитый, Гафолия мать его, то есть бабушка, истребила всех до одного ребенка. Даже вообразить невозможно. А что это? А чтобы царствовать. Всех в лучах всех порезало. И только одного спрятали, кормили со спрятого. И 6 лет его берегли. И через 6 лет его священники вывели. И снова произошел переворот, а ее убили. Что делается с человеком? А могла ли Гафолия преобразиться после этого в аду? То есть перейдена в грань. Мы каждый можем оказаться на положении этой Гафолии. То есть полное безумие, чтобы только держать верх. А как она вчера могла гладить этих ребятишек, обстирывать, помогать, что-то делать? До одного. Я в Гиблии даже не встречал такой. Бои Ира казнил своих сыновей, подозревая, что они хотят захватить власть. Но они учили время, многое познали неевреев. Тут понятно так. Там Сталин был жестокий человек. Но своих внучат совершенно, которые не претендовали на престол, маленькие были. Один ответ. Предела злобы женской имени. Ядовители всякого зверя. И поэтому в день преображения, в молитвах нигде этого нет. Я стал задуматься, а почему? Если преображение в обратную сторону, преображение в демонический образ произошло через женщину, почему особой молитвы не составили молиться о ней? И через нее вот все мы умираем. Через нее вошла смерть. А через мужчину, еще страшнее, женщину, самой лютой, мужчину, муж, когда он ее слушается. Вот тогда в руках его сетировал, он может обезглавить, убить, что угодно. Ничего нет на земле отвратительнее, когда перевернута эта пирамида. Власть данная от Бога. Об этом надо помолиться сегодня. Потому что у нас тоже есть все хорошо. Господи, Ты видишь, как буйствуют жены, буквально беснуются. В самом прямом смысле одержима. Они этого не понимают. Они на людях, может, мужа позорить, говорить, властвовать, при детях, командовать. Господи, день преображения довойдет в наш дом. Не арбузы освященные, а голову наши. Животы наши, как арбузы, чтобы Бог освятил. И плоды тогда будут другие. И Господь нам скажет, войдите в благословенное царство, уготованное для вас. Аминь.